Санавиация делает квалифицированную медицинскую помощь доступнее. В регионе есть 5 реанимобилей и один самолет Ан-2, которые при необходимости могут отправиться к пациентам в самые дальние районы. В прошлом году на линии санавиации поступило более 700 вызовов. Подробности в нашем материале. Успеть оказать помощь. Часто, чтобы спасти жизнь пациенту, дорога бывает каждая минута. Вот только в дальних районах не всегда есть необходимое оборудование или квалифицированные специалисты. Для таких случаев в регионе работает служба санитарной авиации. Как показывает практика, чаще всего вызывают анестезиологов и реаниматологов. Также в штате акушер-гинекологи, хирурги, травматологи. Всего около 20 специалистов готовы отправиться в путь, если поступит тревожный вызов. Вызовы по санитарной авиации из ЦРБ поступают от лечащих врачей. Если есть определенные показания для транспортировки, больные все транспортируются в больницы города Петропавловска. К примеру, это могут быть новорожденные дети недоношенные, больные детишки с острыми заболеваниями, беременные женщины, ну и другая экстренная патология. В распоряжении санитарной авиации имеется пять машин, это все реанимобили. Финансируют работу врачей на выезде из местного и республиканского бюджетов. В прошлом году на услуги санавиации в Североказахстанской области потратили 65 миллионов тенге. За 12 месяцев специалисты уезжали в районы 696 раз. С 19 января, как всем известно, у нас в области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сильными морозами. И с 19 января по 23 января у нас зарегистрировано 7 вызовов по линии санитарной авиации. Они все были осуществлены автотранспортом. Сегодня в 11 часов ребенок в детской областной больнице был транспортирован в город Астана, в национальный научный центр материнства и детства. Помимо наземного транспорта используют воздушный. Оборудованный для этих целей Ан-2 помогает быстро добраться в отдаленные районы. В прошлом году воздушное судно совершило 42 вылета. В этом пока ни одного. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.